Самое дорогое, что у меня есть, после детей, конечно, Hermes, Hermes, Hermes. Серьезно? Тысяча долларов за толстовку? Назовем их гормональный сбой. 10 тысяч долларов, 80 долларов. Дети мент по-нашему. Они стоили 30 гривен на лесном. Мужик здесь не живет. Оу, яаа. За этой дверью полмиллиона евро. Ну, не в кэше, конечно. Я уже их потратила. Это гардероб Гоцей. В гардеробе нормального человека все вещи висят по сегментам, где-то люкс, где-то масс-маркет. Нет, в гардеробе нормального человека висят вещи плюс-минус одной цены. В моем гардеробе все очень запутано. Покажу на примере обычной черной кожаной куртки. Вот куртка Tom Ford. Я за ней гонялась несколько месяцев. И всего три штуки в мире. Это с показа. И моя любимая косуха, которую я сторговала в Париже. Мне кажется, долларов за 70. А какую куртку выбрала бы ты? Напиши в комментариях. Tom Ford или No Name Vintage. Тому я подарю ее, нет? Не будет этой фразы. Вот две совершенно разные толстовки. Черная и черная. Оба из мужских отделов. Стоимость толстовки Изи, мне кажется, приравнивается почти с пошлиной 700 евро. Это отличная толстовка H&M мужская. Я ее люблю вообще просто не меньше, а может быть даже больше. Сидит она точно так же, но может чуть цвет отличается. Ее стоимость была 12 евро. Я очень счастлива, что я ее купила, потому что она мне служит уже третий год. Это все у меня толстовки. Большинство из них это винтажные, секонд-хенда. Я их очень люблю. Топовый секонд-хенд для меня это для вещей это во Франции, а для аксессуаров это в Вене. Ну и, конечно, наш лесной в Киеве никто не отменял. Я там покупаю очень много винтажного Левайса, потом перешиваю, покупаю костюмы, пиджаки. Винтажик, винтажик, недорого. Пир Карден. Это все мужские толстовки. Здесь у меня мужские пиджаки. Здесь у меня большинство из них мужские джинсы, а здесь мужские рубашки. И мужик здесь не живет. О, да. Моя любовь к мужской одежде воспиталась во мне в ранние годы, потому что у меня был старший брат, а мы жили так бедно, что приходилось за ним донашивать. Я думаю, что, в принципе, это и сформировало мой вкус на мужскую одежду. Я чувствую себя комфортнее, намного лучше, чем в платьях. О, вот это бомбезные слаксы. Я их еще не перешила. Прошу обратить внимание. Я думаю, они будут очень крутые. Я покупаю очень большие размеры из-за длины, потому что большинство стандартных джинсов мне просто выше косточки, из-за того, что у меня рост 1,81 м. Поэтому я беру большие размеры. Есть ателье, которые их просто красиво, правильно убирают со всех сторон и садят на меня. Они все равно получаются овер, но мне это нравится. А они стоили 30 гривен на лесном. Ой, это я когда-то купила в Нью-Йорке. Это последнее приобретение в Париже на секонд-хенде. Это тоже я купила в Винтажке. Она прям вызвала фурор. Это я купила в каком-то магазине для скейтеров. Это Изи. Стоило около 600 долларов. Это Изи я заказала на Farfetch. Тоже стоило каких-то 500 долларов. Еще одна Изи. Изи это бренд, который создал Kanye West, муж Ким Кардашьян и известный рейпер. Это одежда на каждый день, но она какого-то люкс-сегмента. Если вы захотите купить Баленсиагу, то это сделать намного проще, чем купить Изи. Изи вообще интересный бренд. То есть они делают одежду в стиле бомж-стайл. Они делают очень крутые кроссовки, которые не найти, не достать, не купить. Но их одежда это реальное недоразумение, которое стоит огромных денег. И всегда можно найти в масс-маркете похожие вещи. Но единственное, что не будет бирочки. Что в принципе сразу делает из вас не лакшери бомжа, а просто бомжа. Еще один бомж-стайл-сегмент это Баленсиага. Это бренд, который тоже популяризирует свободную одежду. У них есть некоторые единицы такие, на которые стоит обратить внимание. Сложно сшитые пиджаки с красивыми пиличами, бортами. Но они вообще не стесняются продавать толстовки по косарю. Серьезно? Тысяча долларов за толстовку? Любовь к бомж-стайлу, мне кажется, это любовь всех моделей комфортной одежды. Потому что весь день на съемках нас одевают в каблуки, затягивают в корсеты, одевают какие-то обтягивающие платья, джинсы, кожаные штаны. Ты не можешь в них движать. Весь день с макияжем нельзя двигаться. И когда ты заканчиваешь съемку, ты просто хочешь свернуться в три погибели, накинуть худи и просто чувствовать себя, просто чтобы тебя не трогали. Здесь у меня вечерние какие-то короткие наряды такие вот. Вот у меня было когда-то блистательное настроение. Я прикупила себе две вот такие вещи в разный период. Это офигенское платье, как мне кажется. Вот он до сих пор, мои волосы висят, потому что я все-таки его один раз одевала на какую-то вечеринку. Смотрелось, но, кстати, достаточно эффектно, несмотря на то, что это манго. Стоило оно типа 35 евро. А это пиджак из Житруа. На замшевый пиджак наклеены стразы. Конечно, каждая страза клеится вручную. Его стоимость была 7 тысяч долларов, когда я покупала. Ну, по-моему, блистают они примерно одинаково. Я бы сказала, даже манго получше. О, да! Это здесь у меня отдел классической одежды. То есть там повседневная, которую я могу одевать каждый день. Здесь у меня классические лораны. Видите, они как отличаются? Этот вот черный, а этот черный. Но тут есть звезды, они совершенно одинаковые. Стоили безумно дорого, типа по 3 тысячи евро. Но они вообще для меня были радикально разные. Хотя для нормального человека они совершенно одинаковые. И я считаю, это просто улов тысячелетия. Я купила этот пиджак. Сайка, а это женский? Женский жакет. А, да. На самом деле я запарилась контролировать себя, это пиджак или жакет. Я его одела или надела. Давайте я просто буду с собой, буду говорить так, как я считаю нужным. И как бы я сказала это, не задумываясь. Поэтому, если вам нравится моя тушь, трушность, тушность. Если вам нравится моя тушность, подписывайтесь на мой канал. Этот пиджак я купила за 152 евро. Я с него реально пылинки сдуваю, потому что это винтажный диор. Я считаю, что такую посадку сейчас найти и такие пропорции идеальные просто очень сложно. Я его купила в интернет-аукционе. Есть такой интернет-аукцион Бустьеер. Но единственное, что проблема с доставкой в Украину, мне пришлось заказывать на отель в Европе. Они хотели, по-моему, за него типа 180, я торговалась до 152. Это, кстати, я тоже люблю делать на этих, на аукционах торговаться. Я, на самом деле, не люблю повторяться. Никогда не покупаю одинаковые вещи. Это вот видно. Это вот видно по вот этим вот прекрасным лоферам, которые, они совершенно разные. Ну, то есть, это я шучу над собой, потому что это моя самая большая проблема. Когда мне вещь нравится, я ее покупаю, можно сказать, в неограниченном количестве и во всех цветах. Это касается вот этих вот прекрасных лодочек, которые, я вообще без понятия, что было в моей голове и куда я планировала в них выходить. Это можно вот тоже отнести к вот этим вот прекрасным ботильонам, которые, заметьте, новые. Да, это ботильоны культовые селины. Когда Фила Фиби уходила с поста главного дизайнера, конечно же, был ажиотаж на покупку всех таких культовых вещей, которые она создала. Поэтому просто скупали все. Знаете, как подержать реликвию в руках, но точно не на ногах. А, это тоже будет в музее Гоций. Вот что было в моей голове, когда я вот это покупала. Я правда не знаю, куда я собиралась с них ходить, но выгляжу я вот так. Вам они, наверное, нравятся. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и насколько они вообще гармонично на мне смотрятся. Ну, не с этим худи. Представьте, что я надела платье Эрвележе. Смотрите, тут даже подошва в блесточках. Ну, то есть, они реально стоят каждый свой евро, я считаю. То есть, они потратились. Я уверена, что это все кристаллы Сваровских. Назовем их гормональный сбой. Селин, Валентина, Селин, H&M. Кстати, очень их люблю. Летом одеваю прямо под сарафан. И, конечно же, все виды ботильонов, которые есть у каждой модницы у меня во всех расцветках. Я в них даже выхожу, если какие-то мероприятия. Вот эти казаки у меня тоже новые. Очень мне они нравятся, смотреть на них. Как вы уже поняли, мне очень нравится на них смотреть. Может, хватит понтоваться? Нет, не хватит. Давай. Нет? А это, кстати, культовые ватмон. У них каблук сделан в форме зажигалки. Ветемент по-нашему. А нормальные люди называют ее ватмон. Это зажигалка с единорогом. У них вся коллекция такая была достаточно интересная. Они один раз были одеты все-таки. Но я считаю, что это тоже музейный такой экспонат. Большую часть этой обуви я покупала под мероприятие или под съемки, когда была ведущей в проекте «Подиум». Раньше, я помню, когда работала моделью, наступил какой-то переломный момент, когда все перестали платить деньгами и начали платить одеждой и обувью. Тогда я уже поняла, что нужно сваливать с этого бизнеса, потому что ничего хорошего не светит. Кстати, та же тенденция есть сейчас у некоторых брендов по сотрудничеству с инфлюенсерами и блогерами, когда они предлагают тебе бартер. В смысле, бартер. Мои дети, они не едят юбки, они не едят трусы, они едят хлеб, и мне нужно платить за школу. Поэтому не предлагайте мне, пожалуйста, я на это даже не отвечаю, потому что мне просто дико неудобно за вас. Ой, вот эти Серджио Росси. Это просто мне очень приятно бренд. Когда вышла их новая коллекция, они мне прислали. Реально приятно внимание таких крупных брендов, что они передают вот такие замечательные подарки. Эти ботильоны стоили по 700 долларов в магазине, я бы себе не пошла, их сама не купила. Но глядя на все это, мне было бы уже стыдно перед собой просто еще такие покупать. Поэтому мне приятно их иметь, но сама бы я себе их не позволила. Говорит та, которая сейчас будет показывать вам в своей сумке. Самое дорогое, что у меня есть, после детей, конечно, это моя коллекция сумок. Hermes, Hermes, Hermes. Я ее собирала последние 4 года, первая благополучно была украдена. Не пытайтесь делать это еще раз, тут полно охраны, на вас смотрят. И вы эту историю обязательно посмотрите первыми, если нажмете на колокольчик.